Я Марзиева Лена Хасановна, жительница Северной Осетии, Октябрьская. В 92-м году нас насильственно, вы знаете, осенингурский конфликт, как называется, насильственно за три дня выкинули всех ингушей с выгодных районов. У меня муж с 92-го года, инвалид, пожизненный, второй группой был, в доме задержали, и до сих пор его судьба неизвестна. Я по всем инстанциям ищу его, но судьба до сих пор не установлена. До сих пор мы живем в этих вагончиках, никаких условий в этих вагончиках проживаем. Скоро 19 лет, мы как вышли с 92-го года, ничего у нас не меняется. Вчерашние дети выросли, уже взрослые ребята, девушки. И у нас нет условий ни женить их, ни обустроить их, ни учиться. У меня в 94-м году, ой, в 2004-м году, окончив технику, нет никаких условий, устроиться на работу, жить, уезжая за границу, пропал. Погиб сын по дороге с поезда, выпал или выкинули, неизвестно. Есть тех пор, я сама инвалид, тороплю. Вот так не живем, а существуем. Еле-еле живем на этом свете. И никакой справедливости никак не восторжествует. Выкинули нас хотя бы, дайте нам условия дальше жить. Домой нас не пускают. Выделили здесь участок. Октябрьское. Октябрьское, домой к себе. Ни один ингуш село Октябрьское не заселился. Хотя эффективно делает купли-продажи, числятся кое-которые ингуши. Потому что, когда ты берешь деньги за свое домовладение, делает купли-продажи. Кто все эти делают, они числятся, как будто возвращенных. Но ни один ингуш в Октябрьское не вернулся. Не знаем, государство почему от нас отвернулось, в чем мы провинились. Чем мы хуже других национальностей, я не понимаю.